Так, мы пришли вот в это место, его по-другому не назовёшь, как поганое место, тут и раздетые, и что попало делают, чтобы людям рассказать о Боге, о Христе, чтобы начать жить по-новому. Можно вопрос только? Прежде чем вы начнёте проповедь, вы какой веры? Старый или... Мы православные. Мы новообрядцы. Новообрядцы, но корни наши и старообрядчества. У нас родители все были старообрядцы. Ага. Так, я тогда вас послушаю. Так, говори ему. Ну нет, говорите. Всё. Так, мы проповедуем Христа распятого, апостол Павел говорил, чтобы люди узнали, что Господь, Бог, Отец Небесный, посылал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за грехи наши по Писанию. Это предсказано было. И чтобы люди веры приняли Его, верующие в Сына Божий, иметь жизнь вечную. То есть в раю будет. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нём. Гнев. То есть он будет в аду гореть. И всё из-за того, что не принял Спасителя. Как апостол Павел в 28 главе Деяния апостолов и говорит. Когда уходили, он говорит, пророк Исаия сказал, будете слушать и не услышите. Будете смотреть и не увидите. Народ ослепил, глаза свои и уши свои заткнул, как аспиды глухие. Простая, простая абсолютная проповедь. Христос умер за нас. Да, я знаю. Он воскрес. Знаю. Воскрес для того, чтобы мне дать жизнь. О, а при чём тут я? У людей отторжение. А Господь говорит, делающий добро идёт к свету, дабы явно были дела Его. А делающий зло не идёт к свету, дабы не обличились дела Его. И поэтому тяга ко Христу прямо пропорциональна нравственности. Можно вопрос? Да. Вопросы можно своими словами только, пожалуйста? Это как вот правильно жить в современном обществе, городскому жителю, например, из такого мегаполиса, как Москва? Так, вопрос понятный. Время, чтобы не тратить. Смотрите, мы скажем вам, что у нас очень большие ресурсы. На Ютубе у нас 13 700 роликов. На Ютубе. Есть сайт и называется «Открытым оком во свете Библии». Вы туда зайдите, и там всё найдёте. Если открытым оком во свете Библии в Ютубе, откроется наш канал. Игнатий Лапкин, да? Да, я. Если пожелаете по скайпу поговорить, вы меня сразу найдёте. Потому что с этой фамилией и именем я один на весь интернет. Больше нет такого. Вот. Ну так, фамилия и имя редкие. И вы найдёте. И мы поговорим. Мы просто немножко времени выбрали, чтобы по большему существу людей это сказать. Говорите ваш вопрос. Какой? Он говорит, как можно жить? Жить в городе, я понял. С Богом. Мы сейчас звоним из Барнаула. Из Барнаула. Мы живём в городе. У нас есть люди, которые в Москве живут, в Нью-Йорке, в больших городах. Есть такие, которые, ну, мегаполисы. Как? С Богом? Мы встали утром. Говорят, сейчас делает такое, что-то там за порогом дома там встречает. А ты утром перекрестись и скажи перед дверями. Отрекай сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, всей гордыни его. И иди, перекрестись впереди себя. Всё рухнуло. Путь свободен, тебе ничего не будет. Ты верь в силу Божию. Это крестное знамение. Это оружие на сатану. И они ничего не могут сделать. Меня вот сколько допрашивали, сколько пытали. Я за слово Божие пять тюрем прошёл. И помог выжить мне Господь Духом Святым. Укреплял. Конечно, тоскливо. Понятно как. Насильно бороду отрезали. Но потом всё реабилитировано, и всё пошло по-другому. И теперь в полной свободе. Мы благодарим Бога. Это радует, что у вас там кошечка. Да. Вот если, значит, у вас... Запомните, запишите себе. Открытым оком во свете Библии. Да я найду. Игнатий Лапкин. И вот последний ролик. Я каждый день выставляю примерно 10 роликов. У нас очень много работают люди где-то. И последний у нас умер человек парализованный. Ему было 30 лет. Он нырнул и ударился головой с обрыва. И семь позвонков у него лопнуло. И он лежал вот так вытянутый. И он обратился к Богу. Ну вот неделю, две, полторы он назад умер. И теперь наша переписка с ним выставляется. И его труды. Он иконописец был. У него плечевой сустав только двигался. И он вот так вот, скрюченной рукой, двигал. Иконы разошлись по всему миру. Но когда мы встретились с ним, он парализованный. Он теперь отдал предпочтение благовестию, проповеди. И там 220 примерно роликов, когда он с людьми беседует. Но он лежит, натянутый. Ни руки, ни ноги, ничего недвижимое. Он 47 лет прожил. И Господь показывает великую милость вот к такому человеку. А он здоровый такой, метр девяносто, рост у него был. Спортсмен. И вдруг навсегда все ушло. Человек в отчаяние может впасть. Пролежни там. Мама за ним ухаживает, у него ничего этого не было. И все это вы увидите на практике. Мы строим православную деревню. Там разные плейлисты. Вот если зайдете на сайт, на сайт, и там 55 папок. Вы скажете, деревня, и там видно, где папка. В папку ткнете, одни вопросы идут. Вопрос ткнешь, и видно, в какой книге написано это. У меня 38 книг у меня вышло из печати. В какой именно книге? Открытым оком во свете Библии. Игнатий Лапкин. Открылась? Да, вот 29 тысяч. 29. А просмотров сколько? 13 800. А, 13 880 видео. Ничего себе. Просмотров 29 миллионов. А, вот Евгений Башкирия. Вот это, наверное, вы. Нет, нет, это я вот. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. По скайпу вы меня найдете, вот, когда зарядите. Так, а Евгений, это человек, мы в теле разговаривали по скайпу. Я заглавил ее так. А, хорошо. Ладно, я понял. Спасибо. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Аллилуйя. Тащите, мы... А я только так вас слышу. Так. Мы, православные христиане, зашли на эту помойку, вот эту, на эту рулетку поганую, чтобы людям рассказать о Боге. Тут одни блудники собрались, раздетые, одна голова видная, заднюю часть показывает. Просто ужасно. И больше половины, процентов 80, мусульмане. У них многоженство разрешено, они как вот хищники сидят и ждут кого схватить. Прямо ужасно. И мы решили людям рассказать о Христе, о спасении в Боге. О Боге нашему, да. Да. Я попрошу брата, расскажи. А что рассказать? Вы верующий, да, как я понял, человек? Я? Я агностик. Агностик. Господь, Создатель неба и земли, послал в мир Единородного Сына Своего Иисуса Христа. Для того, для чего, какая была вообще цель? Что в мир явился Спаситель, который спасает нас, людей, от грехов. То есть дает нам, что если человек верит во Христа, он дарует Господь прощение грехов и жизнь вечную. Но это дается, если человек верит в принесенную эту жертву. То есть, вот, например, Господь в Евангелии говорит, просите, и дано будет вам, стучите, и отворят вам. Есть такое. Я вот, например, я сам уверовал во Христа в 26 лет. В 26 лет я жил как неверующий. Ну, признавал, что есть какое-то существо вверху, да? А в основном жил как неверующий, как обычно все живут. Вот. И 26 лет мне дали в руки Библию. И я понял, что я ищу, что весь смысл человеческой жизни – это именно в Боге. Я Библию когда стал читать, вот, есть такой, был поэт Никитин Иван Савич. Может, даже слышали. У него есть такое стихотворение, называется «Новый Завет». И вот там такое, он писал так. «Измученный жизнью суровой». Сейчас я вам покажу. «Измученный жизнью суровой» не раз о себе находил В глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые звуки божественным чувством любви И сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно-жатой картине представлено Духом Святым И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. «Из сущего в мире значения причина и цель и конец, И вечного сына рождения, и крест, и тернового венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, И плакать, и черпать уроки из них для ума и души». Вот такое чудное стихотворение он написал. То есть в этом все заключается, весь человеческий смысл человека здесь, живя на земле. То есть познать, кто такой Бог, исполнить его святые заповеди, принять это все сердцем, его наследовать жизнь вечную, что Господь обещает любящим его, исполняющим его заповеди. А если человек отвергает, потому что Господь нам дал свободу, мы можем выбирать или на зло делать что-то, или на добро. Если он отвергает Христа как Спасителя, умершего за наши грехи, значит тебя ждет вечная гиена вместе с сатаною и ангелами падшими. Или ты принимаешь Христа в свое сердце, живешь по его святым заповедям, и тебя ждет вечный рай, блаженство с Богом. Все, другого пути нету, никакого. Да или нет? Огонь или вода? Жизнь или смерть? Если у вас желание будет по скайпу найти, вот внизу Игнатий Лапкин. Если вы зарядите песнопение, зарядите там, песнопение Игнатий Лапкин. Примерно 86 стихотворений моих положено на музыку, их исполняет. Вы увидите, тоже на гитаре играют, вам будет интересно это. Так, хорошо, сейчас. Игнатий Лапкин, запишите. У нас канал есть на ютубе, вот, открытым оком во свете Библии называется. Вот так. И добавьте еще открытым оком во свете Библии, и сразу найдете. И притом на очень интересные темы, которых вообще нету. Допустим, строительный отвес, я строительный. А что ты напишешь о строительном отвесе? А вот зарядите в ютубе строительный отвес, ну, который определяют где-то. И вы просто будете шокированы, сколько в этом маленьком предмете заложено, когда Бог открывает. Припев такой, восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды прелживейших словес. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие, вот, единственный отвес. Евангелие, по нему надо сверять свою жизнь. На веревочке груз висит. Хорошо, я услышал. Заглянул, смотрю обязательно. Да. И вы, время это ваше не будет зря потращенное. Надеюсь. Столько найдете. Ну, представьте, 13 800 роликов. Какая у нас была поездка миссионерская. Бог позволил мне издать 38 томов книг, моих книг. Я решил подарить библиотеке мира. Мы в Барнауле живем, а мы прошли до Дальнего Востока. А потом отсюда прошли с книгами, туда заранее забросили 4 тонны книг, до Лиссабона. Турцию прошли, Скандинавию, Прибалтику и на север. 650 городов посетили сел. Вам будет это очень интересно. И книги на сайте, вот здесь вот они, на сайте. Да, я посмотрел. Книги написаны в пророческом духе. Таких книг просто нет. Стихотворение там мои 3467 стихотворение по 9 куплетов. 4 тома по 800 страниц. А тут масштабность. Ну, конечно. Вы молодец, вы трудоспособный. Ну, Господь так сделал. Моего там ничего нет. Я просто на молитве, как строка высветится, я тут же беру. Вот интересно. 3467 стихотворений, и в черновиках ни одной помарки нету. Пишется, как с чистого листа. Вот такое стихотворение одно. Еще задержу вас. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. В хемчищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. И заканчивается так. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Вроде с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Красиво, правильно. И вы найдете это все там. Только не забудьте, как называется, во свете Библии открытым оком. Там на нас против говорят, что это все мимо пройдите. Эти люди ничего не знают, но нападают. Если это у Альт был такой философ, и он говорит, Я столько клевет просчитал в ваш адрес. И у меня нет немалого сомнения теперь, что вы прекрасный человек. То есть, если бы ты был никому не нужен, на тебя бы никто не нападал. Вот и весь ответ. Ну да. Ну с Богом, да благословит вас Господь. С Богом. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Так говорит Господь. О Христе, о спасении. Вы желаете услышать об этом? Послушает. Давай, говори. Да говорите вы, Игорь. Рассказывай. Дело в том, что Бог, Создатель, Творец неба и земли, сотворив человека по образу подобию своему, поселил первых людей в раю. Они согрешили перед ним, нарушив его святые заповеди. Через это все человечество стало смертью, смертью, то есть умирающее. И для того, чтобы человека искупить от грехов, так как человек сотворен для бессмертности, Господь послал в мир своего Сына Единородного Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть перед человеком здесь на земле стоит выбор. Когда он рождается в этот мир, приходит в сознание, у него стоит выбор. То есть выбор узнать, кто такой Бог, исполнить Его святые заповеди и унаследовать жизнь вечную. Но он должен поверить во Христа, то есть который сошел в мир Спаситель. Умер, взял все грехи мира на себя. И этой верой в эту жертву он имеет прощение грехов и жизнь вечную. Мы с вами православные и у нас на Ютубе есть канал называется «Открытым окном во свете Библии». Там у нас 13 880 видеороликов, то есть очень богатый канал. Можете набрать, если у вас желание будет, посмотрите. Много для себя найдете полезного. У нас также сайт и форум есть. Сайт и форум точно так же называется «Во свете Библии открытым оком». А если будет желание больше узнать по скайпу, просто зарядите, вот внизу написано моя фамилия и имя. Игнатий Лапкин. О, слава Аллаху! Иисус Акбар! Э, Аллах Акбар! Иисус Акбар! Так нельзя говорить, дедуля! Можно так говорить, потому что ему слава. Он велик. Он умер за грехи наши по Писанию. У вас в Коране написано «Исса». «Исса». «Аллах един». Един, мы верим, один Бог. Единый Бог. В трех лицах. Святая Троица. У тебя все нормально, дед? Да, нормально. У меня справка есть, что я нормальный. Тогда, тогда. Это здоровый тебе, здоровый. Да. Мы ездили в миссионерской поездке, в Баку были, и мы ночевали в доме у Муллы. У нас хорошие отношения. Ходили в мечеть вместе. А жена у него, прекрасная жена, она на музыке там, консерваторию кончила, и с ней вместе ходили в православный храм. У нас с мусульманами очень хорошие отношения. Вау, мы все люди. Да. Мы все люди. Мусульмане верят, что будет суд Божий за плохие дела. Но им нужно спасителя. Они Иисуса признают за пророка, а Он, Господь, Бог, пришел на землю, Сын Божий, умер за нас. И верой в Него мы имеем прощение грехов. Наши грехи отвечены. Надо уверовать. Салам алейкум. Салам алейкум. Ну, я брошу. Ну, бросьте. Так, мы православные христиане, и вот зашли на эту рулетку, тут нужда такая... Вы сейчас вот такого нас смотрите, отцы. Вы... Тут такие нехристики. Да, и мы пришли для того, чтобы людям рассказать о Христе, о спасении. Не сюда вы пришли. Нет. Есть люди, которые слушают, ищут. Поверьте мне, пожалуйста, тут вы ничего не донесете для людей. Так мы уже донесли. Мы уже, наверное, неделю целую здесь. У нас уже, ну, не меньше ста человек, которые слушали. Мы показали наши ресурсы, огромные ресурсы. Ютуб. Во свете Библии открытым оком. Это 13 700 роликов. Мы открываем им путь ко Христу. Ну, вы свой опыт говорите. Я вас не отрицаю. Нет. Нет, нет, конечно. У нас свой опыт. У меня опыт большой. Меня за слово Божие гнобили. Я пять тюрем прошел, и лагерь смерти. Я знаю, там люди... Я вам верю. Я вам верю. И, однако, они молились и каялись. Мне Бог дал власть. Людям рассказать о Христе. Быть чадом Божьим. Я этой властью пользуюсь. Вы здесь кому-то это донесете? Он говорит, здесь... Думайте, донесете кому-либо эту весть? Я даже не думаю об этом. Я знаю, что Господь сказал, Он берет на себя. Если я им сказал, они не приняли, моей-то вины нету. Я им сказал... Не, 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 ни в коем разе нет. Просто не в этом формате вы все-таки делали. Тут не те люди. Вот смотрите, здесь написано сайт и форум. Не сайт, а не... Я понимаю. Это сайт, у нас огромный сайт. Там 50 книг моим голосом насчитано божественным. Надо весь это делать. Тут в основном какая категория людей? Я мы видим, видим. Тут нету тех людей забудших. Тут молодые, которые мужей мозги забили, непонятно чем. Смотрите... Развратом, хасом, и все его будут. Смотрите, Господь в Евангелии так сказал. Он пришел спасти не праведников, а грешников. Вот грешников Господь и посылает. То есть он нас сперва искупил, очистил, убелил. Мы поверили во Христа. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всем людям, которые будут вам встречаться. Независимо. Правильно, там, грешник, какого уж он там падший. Один Господь знает. Я понимаю, но здесь над вами просто посмеются. У вас опыт свой, вы не проповедовали, вы силу Божье Слово не знаете. И мы вам говорим, что если я ему проповедовал, я в первую ночь вот в камеру завели, я встал на молитву, и к утру мне говорят, вчера семь человек с вами стояли на коленях. Я не об этом. А как не об этом? Я не об этом. Это грешники? Не здесь это нужно делать. Так мы уже неделю здесь, дорогой. Создайте свой YouTube-канал. Мы вам показали, что у нас... Заходите на те, кто вас нуждается в вашем слове. Мужчина, мы вам показали, что у нас как раз вот открытым оком во свете Библии это и есть YouTube-канал. Это наш канал, наш. Да, да. И сколько у вас подписчиков? 29 тысяч. Скидьте мне ссылочки вот сюда, пожалуйста. А мы не можем, у нас клавиатура занята. Вот просто наберите вот это открытым оком. Количество просмотров 29 миллионов. А открытым оком просто набрать и все, да? Да, открытым оком во свете Библии. Вот если впереди поставите YouTube-канал, то вот это будет наш... А если поставите сайт, наш сайт. Посмотрите, чуть попозже, нужно... Если у вас будет желание встретиться, мое фамилия и имя внизу написано. Игнатий Лапкин. Да нет, он не хочет. Помилуй меня грешного. Мир вам. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? Давайте. В мир пришел спаситель, это Господь Иисус Христос. И когда его распяли на кресте, эта жертва он взял все грехи мира на себя. И всякие верующие в него имеют прощение грехов и наследуют жизнь вечную. Что для этого надо сделать? Узнать, кто такой Бог. Бог познается через свои творения. Все, что мы видим. Моря, океаны, звезды, планеты. Это все говорит о том, что кто-то это все создал. То есть, просто дом сам по себе возникнуть не мог. Его построили каменщики. Перед этим архитектор создал план какой-то, начертил. И так же это все творение об этом говорит. Вот даже голубь, которого показывают вам сейчас. И так же Господь перед человеком ставит выбор. То есть, или ты выбираешь веру во Христа и имеешь прощение грехов и жизнь вечную. Или ты отвергаешь это все и тебя ждет ад и вечное мучение после смерти. Еще и здесь при жизни ты можешь пострадать так же. То есть, вера во Христа идет прощение грехов и жизнь вечная. У нас так же на Ютубе, если вам будет интересно, заходите, у нас называется канал на Ютубе «Открытым окном во свете Библии». Там у нас 13 800 видеороликов. Мы с нуля строим православную деревню на пяти основных столпах, что там говорится, что ты должен доказать, что ты не пьешь, не куришь, не материшься, не воруешь и не лжешь. И тогда будем беседовать с человеком. То есть, мы об этом людям возвещаем. В основном говорим о Боге, чтобы... Даже вот сюда зашли в эту чат-рулетку, как говорят, преисподние места, тут в основном разврат, сплошной творится. Но и здесь Господь нам посылает людей, которые желают слушать. Вот даже как вы, например, просто слушайте. Вот сейчас только выходят там, ну, два мужика, видно, что молодые, крепкие. Я только перекрестить, они сразу исчезли, как будто автоматная очередь прошла по ним. Вы-то еще разговариваете, а другой только увидит, особенно девчонки, вот такие глаза. Ой! Я говорю, чего грешницы испугались-то? Вышли на подвиги такие, а сами трусливые. Значит, грехов много. Плати грехов, грехов. Значит, грехов много, говорит. Ну да. Я знаю это, потому что мне пришлось страдать за слово Божие. Пять тюрем прошел, а потом сотрудничал с тюрьмою. Ну, бесплатно. Иду по камерам, там раздаю газеты, материалы, Евангелие. И бывают женские камеры, и она первая, бывает такая смелая, к корбушке-то. А в корбушку-то она меня видит, она ой! И опять назад, еще грешница испугалась-то. Человека зарезала, не боялась, а тут боишься, я же тебе ничего не сделаю. Она стоит, чуть не трясется. А охранник, бывает, заглянет к ним, так, подожди, отец, и кричит, вы оденетеся, сейчас к вам батюшка зайдет. Они в камере сидят раздетые. А мы только приходим, а обстановка меняется. Мы говорим о Боге, о вечности, о том, о чем тоскует ее душа. У вас есть какие-то вопросы? Нет. Нету, да? Ну, все, Тодорин. Спасибо большое. Слава Христу! Вы можете найти по скайпу, выйти, Игнатий Лапкин, и на меня выйдете по скайпу. Вот внизу написано. Хорошо. Вы себе запишите только. Ну, с Богом. Я помню сейчас Игнатий Лапкин. Да. Все, с Богом. Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы, православные христиане, пришли сюда на эту помойку, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, для чего живут, что их ожидает, когда они умрут. Вы хотите больше узнать о Боге, о вечности? О вечности. По-английски говорит. По-английски? Can you speak English? Do you understand me? I preach about Jesus Christ. Yeah. See you, please. You can find this there. Okay. You can translate Russia. No. No. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Милую. Мир вам тоже. Говори. Мы, православные христиане, в этой чат-рулетке рассказываем людям о Боге, о спасении души. Не хотите ли послушать? Или, может, сами знаете? Да я вам сам это могу рассказать, о спасении души. Ну-ка, расскажите, мы послушаем, правильно? Каким способом это, сами-то спасаетесь? Каким способом сами спасаемся? Как ставится? Верую в Ахтиста Иисуса, в Господа нашего Иисуса Христа. Находимся в Святой Православной Церкви. Ходим на исповедь, причащаемся, творим добрые дела, соблюдаем правила. Ясно. Какие добрые дела делаете? Ну, в первую очередь, добрые дела – это милосердие, милостыню подавать на то, что есть у тебя возможность. Спешить на помощь погибающему. Вот тюрьма, мы все время помогали, сколько лет работали в тюрьме, я начальник детского лагеря, сам образовал православный лагерь 45 лет. Государство ни рубля не дало, тысячи детей подняли. С нуля строим православную деревню, сами электричество подводим, сами дороги строим, за свой счет. Государство нам ни копейки не дало, и мы не ропщим, и считаем, что это дела. У меня вышло из печати… Откуда это будете, мужики? Я сейчас объясню дальше еще. Господь Бог позволил мне издать 38 книг. Я вел занятия в пяти университетах, три программы вел по радио, во всех отделах милиции, воинских частях. У меня очень богатый опыт. И эти книги я решил подарить библиотеке. Мы в Барнауле живем. И проехали до Владивостока и до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию прошли. И я подарил книги, а комплект стоит 750 евро, в 650 городов. Вот добрые дела или не добрые, Бог определит. Мои книги видели в библиотеке у Путина, у Патриарха. Книги не просто списанные где-то. Таких книг просто нету. Ясно, отцы родные. Что вы скажете насчет того, что происходит на Украине? В частности, в церкви. Это родные наши братья украинцы. А так как не молились Богу, разные сектанты понаехали, люди отдались сатане. И прыгали москаляку на геляку. Вот теперь и пошли на геляку. Мы хорошо Украину знаем. У нас у многих жены украинки. Никогда этого не было, чтобы люди отступили от Бога и посрамление пришло на них. Ясно. Молиться-то будем за них? Мы каждый день молимся. Каждый день мы молимся. Поминаем Владимир, это Путина, Петра Порошенко, Эрдогена, Дональда. Мы каждый день молимся за начальствующих. За Рамзана Кадырова, за Амана Тулеева. Бог дал, чтобы мир Израилю, Россию, Украине, Сирии научились ценить мирное время. Ибо Бог готовит великое и страшное испытание на всю Вселенную за неверие. У нас Библия в руках. Ладно, спасибо огромное. Так вы наши ресурсы, посмотрите какие, запишите. Это наш YouTube во свете Библии открытым оком. Тут 13 700 роликов. А если по... Хорошо, я распространю вас. По скайпу Игнатий Лапкин. По скайпу. Игнатий Лапкин. Да, это я. А, Лапкин. Лапкин. Если по скайпу, то зарядите, и вы на меня сразу выйдете. Я один с этой фамилии. Ясно. А я Саня Псковский, если что. У меня есть свой канал в YouTube. Ну, с Богом. Походите, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И помогайте. Ну, вот вы говорите, доброе дело. А как Бог примет-то, мы не знаем. Богу слава за все. Да, слава вас. У меня две голубятни. Я голубя показываю вам. У меня свиней. У меня свиней завтра только могу показать. Ну, ладно, ладно, ладно. С Богом, давайте. У меня где-то...